Всем привет, с вами я, Леонид Котвицкий. Сегодня я рассказываю про точильный станок. Тема, которой я доволен наперед, так еще не распаковал, уже доволен как слон. Почему? Просто пару слов скажу, что такое доволен. Покупка, которая с одной стороны нужна, с другой стороны можно без нее. Поэтому многие годы оно откладывалось. Есть ручные бруски, есть там у меня маленький такой ручной крутящийся станок, он там болтается, все, но тоже вроде бы ускоритель. Есть болгарка с шлифовальным кругом, тоже можно ею точить. И как-то так годами то-то-то-то-то покупаешь, это откладывалось. Можно без нее, можно без нее. Но есть вещи, которые без нее, ну, очень плохо точатся, например, сверла. Так, поэтому, наконец-то купил и страшно доволен. Итак, Intertool, Intertool VT-0820, по-старому это VT, это Intertool Storm. Так, вот оно какое все упакованное. Упакованное пенопласт. Что сразу скажу, корпус крепкий, надежный, кнопка хорошо защищена. Ну, это штука такая, не из самых дешевок. Даже дно, ну, дно такое мягковатое, хотя какую оно, в принципе, роль играет, не особо, но что играет. А так, корпус крепкий, все крепкое. Посмотрим, какое оно в работе мы уже дальше. Кнопка закрытая, то есть, соответственно, влажных рук она бояться не будет. Вот, в комплект входят, здесь, как я вижу, и дополнительные ножки, если надо будет их заменить, если эти полетят. Здесь входят вот такие стеклышки, так, цепляемые сюда, прикручиваемые эти стеклышки. И для чего, ну, они не стеклышки, а пластик, по сути, для чего служат, чтобы лишняя пыль не летела в глаза, для защиты глаз. С одной стороны, не сильно там такая и страшная эта пыль, но, тем не менее, не помешает. Так, посмотрим, как оно все, собственно, должно крепиться. Как эти стеклышки должны крепиться, надо узнать. Так, наверное, нет. Ладно, со стеклышками мы разберемся потом. Для того есть инструкция. Гарантийный талон. Гарантия, насколько я помню, гарантия должна быть 2 года, 24 месяца. Обороты 2,950, то есть почти 3000. Диаметр круга. Теперь вот скажу насчет диаметра круга. Двадцатки. С одной стороны, это довольно избыточно. В принципе, на двадцатках тоже что-то точится, там, топоры, да, допустим. Ну, это если бы этих топоров много точил, да, если бы много-много их надо было точить, а так, в принципе, ну, не так уж и часто нужна прям двадцатка. Ну, зачем взял, так сказать, с запасом? Так, чтобы, с одной стороны, и круг двадцатка, он прослужит годы и годы, вот в таком домашнем использовании. Так, собственно, очень долго он прослужит до замены, да. Во-вторых, быстрее точить, если надо действительно что-то спешно заточить, заточишься намного быстрее, чем на маленьких кружках, с маленькой мощностью двигателя. Ну, и, собственно говоря, запас карман не тяготит, да. Насчет толщина двадцать миллиметров, это для сверел, я считаю, обязательно должно быть, потому что какая-то там десяточка, вот это была проблема на болгарке. С одной стороны, тот шлифовальный круг можно его иметь довольно ровным, и он шата не имеет ничего, но его толщина шесть миллиметров. Что шесть миллиметров, как точить сверло, например, двенадцатку на шести миллиметрах? Это мучение. Но станки с большими кругами, чем плохи? Позже я его еще прикреплю, делаю крепче основу, прикручу. Станки с большими кругами плохи тем, что они могут давать вибрацию. Пусть небольшую, но на двадцати, допустим, один градус там вибрации, но на двадцати сантиметрах это уже будет весьма ощутимо. Так, вот у меня отец купил недавно на рынке, просто купил, у него поломалось старое еще советское точило, и он его, он купил новое, какой-то там американской, украинской сборки, как ему рассказали, пятнадцатка круг, пятнадцать сантиметров, и шатается круг, говорит, включили, видно вибрацию. Ну, ему продавец объяснил, это круг просто сточится, говорит, и потом она уже шататься не будет, это просто круг еще не совсем ровный. Я что-то не совсем это понял, это, во-первых, зачем же такие кривые круги выпускают или ставят, да, что же это за работа такая. Во-вторых, шат же больше зависит от оськи, от наличия подшипника и так далее, вот, от наличия вот здесь дополнительной хотя бы втулочки, так, вот этой втулочки, да, там идет подшипник на оси, а здесь хотя бы какая-то втулка должна быть, даже если не подшипник. Ну, во-вторых, даже если дело действительно в круге, то, ну, мне что, взять пятьдесят топоров, собирать по всему селу и точить, 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 точить эти топоры, пока круг мне не выравняется, чтобы я мог уже сверху заточить. Ну, что-то этого не представляю. Здесь средняя зернистость и круг, здесь мелкий. Ну, в общем, мы сейчас и посмотрим, какой здесь шат. Вот действительно ли здесь такой большой шат в этой модели, да. Вот мы сейчас и проверим это дело. Что я вам скажу. Значит, нет никакого шата. Вот здесь круги, они не сточенные, так, совершенно они не сточенные, они только-только свеженькие, нет никакого шата. Ну, микро-микро, так, вот я нож заточил, он сточился. Что здесь, что здесь легонечко, так, без шата, без каких-либо проблем. Так что не надо спихать, что это еще там не сточенный круг. А вот здесь уже будет сложнее влезть. Здесь придется боковой поверхности брать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно, это я показал так, чтобы увидели сразу, что мелкие инструменты, так, вот такие вот, слабо раскрывающиеся, точить на нем не получится. Если хотите, именно для мелких маникюрных ножничек, кусачек для снятия там, маникюрных этих, как они называются, для этого оно не подойдет, так, потому что цель, цель его для более крупных инструментов. Но, допустим, я там влезу маникюрными ножничками, потому что они хорошо раскрываются, а вот уже кусачками, кусачками уже не влезешь. Но у меня есть еще гравер, так, гравер, дремель. Гравером там можно лезть намного более тонкие вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сами видите, да? Обычный свистящий целлофан, без натяжки, режет идеально. Вот вам ножнички заточенные, да? В общем, балдею я, ребята. Топор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вам заточенный колун, так, с двух сторон. Буквально за минуту-повторых заточенный колун. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверло десяточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, сейчас попробуем, как будет сверлить наше заточенное сверло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормалек, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, какие выводы? Сейчас, кстати, что это есть? Это есть подручник. Такие штуковины устанавливаются. Для удобства прикручивается. Так, ну и стекла я уже посмотрел, как они идут. И для того есть инструкция, вот так крутится, или так, нет. Крутится оно вот так, и сюда прикручивается стекло. Так, одно стекло, так, и крутится стекло. Стекло регулируется себе, как хочешь, по высоте, чтобы защищало глаза. Все в комплекте есть. Так, здесь устанавливается два стекла. Здесь идут подручники. Все это я уже устанавливать не буду, это я себе потом сделаю. Что скажу? Итак, диски 20 сантиметров, 200 миллиметров. При этом раскручивает их достаточно быстро, как для точила. Точила не должно вращаться со скоростью болгарки, иначе это чревато большими травмами. Значит, что мы видим? 20 сантиметров, это не для самых мелких инструментов, это для более-менее крупных, средних. Тяги в нем достаточно. Проверил на заточке топора. Его просто сильнее еще прижимать незачем было, иначе металл бы уже начал перегреваться. При этом ровненькое, так, подшипники, втулки, все, что надо, есть. Вибрации никакой лишней нет. Не надо там ждать, как моему отцу рассказывали, чтобы круги источились, там еще. Оно новенькое, уже полностью готовое для работы. При этом, само собой, в наличии нужные вещи для защиты, для удобства, которые доставляются. Гарантия, инструкция небольшая. Все достаточно. И, насколько я знаю, в интертуле, по крайней мере, в этой серии ВТ, которая раньше называлась Шторм, так, 400 Ватт мощь, они указывают такая, как есть, реальная. То есть, и точная, и достаточно крепкая. 400 Ватт, явно этой мощи хватает. В общем, такая штука. Доволен, потому что теперь, особенно сверла, будет намного приятнее точить. Потому что со сверлами я уже, собственно говоря, замучился на болгарке. Хотя точу, точу, это ж такое. Можно и на наждачке точить. Но хочется чего-то такого, более удобного, быстрого, подручного. Вещь хорошая, достаточно качественная. Не знаю, как для профи использования. Кто там с утра до ночи, круглый год, точит, 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 там сотни инструментов. Этого я уже не знаю. Мне кажется, там уже должны быть свои специализированные станки. Но для дома этой вещи хватит с большим запасом с головой. Но если вам нужны какие-то меленькие инструменты, типа там кусачек для кутикулы ногтей, конечно, этот не подойдет. Надо брать что-то помельче. Вплоть до граверов, бормашинок, так, другими словами. А так, штука вполне соответствующая своей цене. Ссылочку, где купил, оставлю, потому что нашел дешевле, чем даже на официальном сайте. Дилеры имеют право ставить свои цены время от времени, не ниже некоторой планки. Ссылочку с вами. Тут где-то и визитка была. О, визитка на дне валяется. Они дают и гарантию, и все полностью это, ну, все вполне официально. В общем, такая штука. Доволен, кому надо, кто такое вот ищет для своего дома и хочет что-то помощнее, понадежнее, но в то же время, чтобы не платить как за профессиональный инструмент, а я все понимаю. Может, хочется купить и Bosch, и Makita, причем из более дорогого ценового сегмента, да, а не самые дешевые, да, там, всякие девольты и тому подобное. Но оно стоит сумасшедших денег, а все-таки точило не настолько часто инструмент. Ну, тяпку, лопату, ну, топорик, ну, я же не лесоруб, мне же не надо каждый день топор точить. Даже в селе, не настолько оно все-таки часто нужно, но есть вещи, которые без него просто, ну, довольно, довольно нудно, довольно неудобно точить, например, сперва. Так что, с одной стороны, инструмент хороший, с другой не хочется переплачивать. Вот это, как на меня, такой оптимальный вариант для дома с большим запасом и мощи, и долговечности, и всего. В этой линейке я давно, твердо уверен, так что я еще не вынул, уже был доволен, как я говорил. И да, оно вполне оправдало свои ожидания. Вещь для дома замечательная. Все, всем пока, с вами был Леонид Котвицкий.